Трагедия в Черкассах. В ночь на субботу в детском санатории умерла 13-летняя девочка. Причины смерти ребенка до сих пор неизвестны. Со слов сотрудников санатория, у Виталины резко поднялось давление, и медсестра пыталась оказать ей помощь самостоятельно, а скорую вызвала только когда ребенок потерял сознание. Все подробности расскажет Станислав Кухарчук. Буквально через два часа после этого телефонного звонка у 13-летней Виталины врачи констатировали клиническую смерть. Свою единственную дочь, говорит Оксана, отправила в санаторий абсолютно здоровой. Со слов сверстников, в 10 вечера у девочки закружилась голова, когда дети наконец-то нашли медсестру, та пыталась самостоятельно оказать помощь ребенку. То они ей давали какую-то таблетку, то они ей давали какую-то каплю, то дети говорят, что какой-то чай она пила. Поведомили уже по факту смерти. Маме никто не позвонил, что дитине плохо, что дитина... Вот это меня дал в буре. Родители Виталины пришли в санаторий, чтобы забрать вещи. Даже после трагедии дежурной медсестры на месте нет. На кровати Виталины ни вещей, ни даже постельного белья. От увиденного мама едва не теряет сознание. Никто из сотрудников к родителям так и не вышел. А нам весьма обтекаемо объяснили, мол, причины смерти ребенка сейчас устанавливают. По их словам, вечером Виталина пожаловалась на головокружение и высокое давление. А дежурная медсестра оказала ребенку посильную помощь. Уважение не справляется. Набрали лекаря. Лекарь до консультации по телефону. Тиск надо там снижаться. Близко 40 минут, 30 минут надавалось у нас медичная помощь. Померяли тиск, свежее воздух, побрызгали обличье водой, приклали до головы мокрое полетельничко. Вот такая помощь. Скорую медсестра вызвала только через 40 минут. Сообщила, у ребенка давление 160 на 120 и головная боль. По прибутю на место выкликал дитина без сведомости. Визуально вознаки отруяния очень тяжело установить. Была пена с носа. Уже в машине скорой у девочки начались судороги и остановилось сердце. Более 50 минут врачи пытались реанимировать ребенка. Но тщетно. Медики предполагают острое отравление. Чем отравился ребенок, эксперты смогут выяснить недели через 2-3. Версию о пищевом отравлении пока исключают. Ведь кроме Виталины, никто из детей за помощью больше не обращался. Станислав Кухарчук, Павел Димошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.